Ты то, что ты ешь. Если следовать этой поговорке, то владельцы магазинов «Магнит» и «Красное» и «Белое» похоже считают нас за свиней. Роспотребнадзор выявил нарушение. Опять, то у них рыба протухнет, то пиво испортится. Но гнильё исправно выставляется на прилавке. Давайте вместе разбираться, что это за экономика такая и почему коммерсантам закон не писан. В студии Сергей Речец. Здравствуйте. Клиент всегда прав, пока жив. Вот так известную поговорку про пешеходов перефразировали владельцы «Магнита» и «Красного» и «Белого». У первых с прилавков Роспотребнадзор смел 400 килограмм тухлятины, у вторых посливал просроченное пиво. Почему коммерсанты покупателей приравняли к свиньям не совсем понятно. Вроде федеральная сеть магазинов должны следить за репутацией. Да и наценки немаленькие. Вполне, по крайней мере, покрывают убытки, если часть товара испортится. Но жадность фраера всё же сгубила. Нарушения эти далеко не первые и, думается, не последние. Недавно скандал разразился вокруг Макдональдса. Там были нарушены правила хранения продуктов. А в одном из кафе в гамбургерах нашли кишечную палочку. До этого претензии по качеству выявил Потребнадзор в Китае. А в Америке и вовсе женщина нашла в салате дохлую крысу. Ведущий популярного кулинарного шоу Джейми Оливер рассказал и показал, из чего делают фастфуд. Главный ингредиент этой технологии – аммиак. Мы промоем эти обрезки мяса, которые мы прокрутили водным раствором аммиака. Не знаю, сколько нужно воды. Суть в том, что они промывают мясо, чтобы уничтожить кишечную палочку, и сальмонеллу, и другие патогены. Затем мы это процеживаем и измельчаем. То есть мы берем дешевый продукт, предназначенный для собак, и теперь мы можем кормить им людей. Как-то так из костей, когтей и шкуры делают нам еду. Сетевые супермаркеты на увиливании от закона, простите за каламбур, собаку съели. Сначала, скажем, курицу продают как замороженную. Когда протухнет, размораживают, моют в форке и продают уже как охлажденную. Когда срок годности истек в третий раз, делают курицу гриль. Если и ее не купят, то пускают на шаурму и пироги. В итоге мясо под разными ярлыками может болтаться на прилавках месяцами. Но по закону все легально, не подкопаешься. До какой же степени нужно охренеть, чтобы даже при такой, с позволения сказать, технологии попасть под санкции Роспотребнадзора? Вопрос открытый. До встречи в эфире.